Вот эта фотография сделана в саду, это мои абрикосы, это супер абрикосы, это самые крупные королевские, помните плоды до 100 грамм, этот участок я когда выкупил было поздно, вот это вот уже было отрезано, живая ветка, ну сосед напротив, я выкупил этот участок, кто бы не вернул этот миллион, я же занимаюсь научной работой, как ни странно, теперь вот эта ветка уже мертвая, вот эта, а эта еще жива, вот, а рядом, кстати, дерево, которое лучше намного выглядит, которое дало феноменальный урожай, вы его видели в моих фильмах, как же пройти мимо такого урожая, вот, а под низом, вот оно, видите, любая обрезка кончается тем, что прекращается снабжение, вот, не то, что грибы виноваты, вот отрезал, грибы накинулись, нет, еще раз, грибы, симбиотики, они не виноваты, их даже вот сейчас, не надо, ну сейчас же вся ветка высохла, сейчас уже вот здесь пень, у меня есть фотография, забыл, ой, у меня Тимошка на нем сидит, я вспомнил фильм про Батроскина, мультфильм, да, чтобы мне нужно, чтобы бабушки сидели, вот так сосед отрезал, мешало, теперь вот эта ветка мертва, здесь пень, на ней сидит Тимошка, я его фотографирую, вот так, а вот это, когда вы видите грибы, вначале вот это место омертвляется, об этом они не знают, вот эти вот, которые вверху, вот, которые себя, по недоразумению, феями называют, они этого не знают, а на самом-то деле, все омертвело, и тогда начали лежать грибы, это их часть, это, они тоже часть печевой с шипочкой, вот так вот, вот так вот выглядит, поэтому ни в коем случае нельзя, а вот это изувеченное дерево, вот оно, изувеченное, ну и, в общем, я много показывал их, вот, я, кстати, каждый раз стараюсь показать что-то новое, вы заметили, вот, вот посадка, я что хочу сказать, вот здесь, казалось бы, сейчас, внимай, не будьте, казалось бы, о, так вы еще круче всех, да вас не круче, вы не самый крутой, посмотрите, какие крутые ребята, они еще на метр, считайте, подняли, и красиво выглядит, и все, и деревья растут, они до сих пор живы, видите, вот, ну, в Краснодарском крае может и живы, у нас бы корни замерзли даже у дикоросов, есть же предел всему, ладно, давайте подведемся поближе, а, вначале расскажу такую вещь, это все, когда-то войдет в мои воспоминания, когда-то будут пяти томники, десятик томники, я-то в пять томов не уложусь, вот, то есть, когда уже будет это, когда-то же вернется нормальный разум сады, и вот, я, значит, сотрудничал с главным редактором Головиной, Ирина Владимировна, не даст соврать, вот, она смелая, она меня печатала 10 лет в каждом номере, вот, всего статей было написано штук 150, только в одной газете, вот, я говорю, а почему вы не боитесь, а, на то у нее тиражи не падали, как у других, благодаря моим статьям, и вот, значит, она напечатала, ну, как обычно, меня печатала, ну, и тут же на соседней странице доктор наук, вот, значит, нарисовал и напечатал статью, где вот должны быть вот такие вот холмы, полтора метра высотой, только остроконечные, не вот как здесь, вот, все-таки пологость есть, а остроконечные, и туда садится саженец в верхушку, ну, копия Египетской пирамиды, и написано было, метр двадцать, метр пятьдесят, я рассверепел, я, это самое, у меня давление подскочило, молчать я не могу, я звоню Ирина Владимировна, ну, дело старое, она вряд ли, это самое, даже смотрит нас, ну, смотрит, вряд ли обидится, ведь это пример хрестоматийный, я же собираю, как бы, хрестоматия глупости, вот, вы видели, высшей глупости, знаете ли, ответ какой был, сказать, за стулья все держитесь, если, знаете, как задорно, наберите воздух, вот, вот, 70 тысяч этих подписчиков, вот, я говорю, зачем вы это самое, напечатали, она говорит, да не переживайте, какой дурак это будет делать, хе-хе-хе-хе, вот эти вот полутораметровые, говорят, так, а я еще не все говорю, ну, как говорю, ну, кто-то же, ну, как я могла ему отказать, доктор наук, преклонного возраста, ну, вот и все, это еще самое, как сказать, самая полезная газета в России, остальные такое печатали, ху-ху-ху, и вы уже почти все знаете, а теперь смотрим внимательно, вы что, увидели, все равно обезьянки никак нельзя, чтобы гнать корневую шейку, ну, все равно нельзя, уж не вот здесь, а не в почве ямка, ну, это ладно, но это уже, ну, главное-то не это, главное, корни замерзнуть могут, дело в чем, принято решение сельхоз, это самое, как оно, министерство сельскохозяйства переходить на карликовое дерево, они же как, они же ничего не понимают садоводства, пример тому, что, это, вспомните, в ответы мне, вот, в футболе или там, вот, значит, они же не понимают, что такое сень, что такое палка, которая обросла корнями искусственные, она же не имеет еще и, кстати, это, еще и корневой шейки вообще не имеет, это же палка, вот, ну, цель землю, и они сейчас посмотрели эти фильмы, иностранные, посмотрели фотографии, крайне в случае сделанные в Крыму, есть, там прекрасно растут на этих, самых, и саженцы мощные, и урожаи, и сказали, я ведь не зря Хрущева упомянул, и сказали, вся Россия пусть на эти переходит, вот, ни малейшего понятия, морозойкости корней, вот, ну, и так далее, ну, так же, как Хрущев посмотрел на их, трехметровую кукурузу, и сказал, ну, у нас будет такая, вот, это наш уровень, это, я к вопросу, что не торопитесь заводить промышленные сады, набивайте руку, расширяйте питомник, высеяли, лучшая садь навсегда, которая рядом растут, пересадили, скачущий питомник, постепенное распространение, накупите высаженцев, ага, с тех же, выращенные с почки, смотрите, мульчирование стало модным словом, то же самое, ну, окончается это, знаете, чем, ну, как мы будем, как вот спор, некое у Сергея Ивановича с нашим Николаем Георгиевичем, подчеркиваю, нашим, вот, он, может быть, ну, не знаю, я кто-то где-то, ну, это же отрицательный опыт, вот, рано или поздно сгнет, согласитесь, я вам это, помните, показывал, я вот не стал уже переутягощать фотографиями, вот этот сад, знаменитый сад под Красноярском, вот, самый известный, 19 век заложен, до сих пор закапывают эти самые абрикосы, закапывают, не откапывают, как вот, помните, выше фотографии, закапывают, вот, а это, за что меня терпеть не может представительное хозяйство, вот, у них миллионы последователей нашлось вот таких, покрышки девать некуда, красота, вред, а одна фотография, там две или три было в статье, дикий, ну, вот, попробуйте теперь в этом случае, найдите, найдите сорт абрикоса, который бы здесь выжил, да любой сгниет, так же, как у феи в этих сгниет, вот, вот еще, ну, а это груша, тут пройдет немного времени, прекрасная груша растет, ну, ее уже бег короткий, это я фотографии делал, Концентинович, сгнил, а человек даже не понимает, почему он у него сгнил, даже не догадывается, вот, сходит вокруг, говорит, Концентинович, на что я ему должен сделать, чем я ему помогу, вот, обратная сторона медали, вот здесь корневая шейка будет почти цела, она зависла в воздухе, правильно, вот, это недосмотр Валерия Концентиновича, Концентиновича, так бывает, только когда листья начали бледнеть, смотрите, делали вот чем, пересаженное дерево, а посажено было небрежно, ну, как, нормально, потом кто-то лейкой из моих, поможет, полил там, может, со шланга, вот, дерево в таких случаях не гибнет, оно просто болеет, вот, поболеет, вот эта часть, видите, кусочек корешка торчит, а снаружи пройдет перестройка, то есть то, что должно было быть под землей, станет над землей, но морозойка уже не та, вот, сейчас вы видите, мой абрикос, он болеет, я сперва увидел листья пожухли, сказал себе, что-то не то, подошел, увидел, ну, естественно, что мы закопали, пока не поздно, вот, но, если вот так и не закапывать, проходит время, на юге не такие страшные морозы, как у нас, допустим, Украина, допустим, юг России, вот, а потом появляется, фамилию классика говорить не буду, раз он в могиле, 19 век, появляется книга, мне написано, что надо корневая шейка приподнимать, гнить не будут, нет, и раз альтернативы нет, гнить или не гнить, надо приподнимать, где эта коллекция мировая в Ленинграде, до сих пор никто ни одного абрикоса не предоставил, а посадили-то их тысячами, вот, вот тут может быть и классики прав, потому что угадать, где корневая шейка невозможно, на месте выращивать, у нас такой привычки нет, то есть, лучше, когда корневая шейка на месте, поболеет и приживется, все-таки не умирают, а внешноблюдения разные, я же в садах бываю, в разных, где торчат корни, деревья отстают ростивые, на юге это не так заметно, поэтому классик и написал, что можно приподнять, самое страшное, когда, я уже про это еще скажу, когда привитые деревья закапывают выше корневой шейки, не просто выше, еще выше прививки, тогда вся нижняя часть прививки сгнивает, не остается под землей, давая питание, вот, вот здесь, пожалуйста, в начале погибла, это самое прочное, это слева, вот, в начале погибла, которая была двумя годами старше, сгнила и перестала расти, то есть, она была спилена, так, тогда отсюда пошел росток, может, от корня, может, где-то там, от нижней почки, все-таки умудрился, прекрасное деревце, согласны? Просто чудо, вот, а у этого деревца такая беда, она тоже сгниет, вот, чтобы спасти ее, я начал мастер-класс для одного человека, которого я учил, то есть, я взял и начал тяпкой разгребать это место, потому что, вот, не троню, а пройдет год-два, и это сгниет, а посмотрите, какая прелесть, да, согласитесь? Вот так вот, то есть, когда мне говорят, а что теперь делать? И тут же говорят, да мы сейчас пятиметров, пятилетнее дерево сейчас пересадим, приподнимем, убедившись, что я прав насчет гниения, я говорю, да уже не трогайте, вот раскопайте, растормошить, то есть, а если тут маленький склончик, сделайте отвод воды, главное, чтобы весной лед там не стоял, это самое важное, это даже заметила Наталья Андреевна, я благодарен, вот тут ее совет очень полезен оказался, вот, ну, это просто фотографию прислали мне, вот он, мой абрикос, вот он, в тех местах, где много снега, вот, что делать, спрашивают, ну, что я могу сказать, если там холм, и тут всего 5-10 сантиметров, выдерживают, а если там полметра, и это, у меня же как, да, у меня случилась такая беда, для меня это беда, рано расставил снег, его и не было, катаклизм, в Европе оказалось холоднее, но это на один год, кстати, зима-то у нас была 40-градусная, а ее нет, вот это вот потепление не отменило, это страшно зиму, зиму-зимой, вот, ну, что теперь делать, ладно, а это Абакан, вот эта вот посадка, помните, я хвалил, рассказывал про Мажерина, вот, запомните, это дерево, там еще ниже будет вопрос насчет, насчет опыления именно абрикосов, а он начал с одного дерева, прекрасно сам себя опылил, и получилось, потом пошел-пошел-пошел, потом пошли у него эти самые, питомник целый развел, у него большое будущее, ну, когда я рассказал про Мажерина, вот, ну, вы думаете, что, к нему на другой день приехали из института звать работать, как уникального человека, вот, чтобы потом задним числом сделать ему кандидатскую, ну, вот, там, диплом, ну, понятно, и тут же я его мордой, извините, когда он мне прислал-то подарок, говорю, опалубку убирай срочно, да-да, уберу, уберу, это я временно, мол, ну, то есть, чтобы это, это же насыпная земля, он взял, как я советовал, насыпную землю посадил, высаженец, четырехлетку, на седьмой год он дал уже урожай, причем плоды вкуснее, и самоплодная оказалась, нету некому пылить было, вот, большое значение для корневых шеек имеет еще где посадишь, вот, я просто над тем уже сто раз останавливался, просто хочу сказать, если вы не там посадили дерево, там, где опасное излучение земли, хоть что угодно делайте, кормите или откажитесь от кормления, поливайте или откажитесь от полива, когда болеют деревья, я говорю, не подходите к ним, не подходите, никаких этих самых, ничего, никаких поливов, никаких подкормок, просто стойте, подальше отойдите и смотрите, чем дело кончено, вот, суждено выживет, и вот здесь получается так, что, я просто хочу сказать, когда дерево дохнет, которое, не повезло, попало в такую зону, кстати, люди дохнут, никто не знает, дохнут эти самые, убиваются транспорт, миллионы трупов, но мы живем в такой стране, и весь мир такой же, кстати, там, не такие уж умные люди, если даже эту проблему не озадачивались, вот, ну, а что касается именно садоводства, ну, что, деревья есть деревья, попали в эту зону, вот, вы будете говорить, а, у него корневая шейка гнилая, я же, я же, как повторяю, кто-то же за мной будет повторять, если вы видите, что отсыхают верхушки, ветки, вот, причину, становитесь на колени, ищите тут, внизу, вот, как я выше фотографии, я же раскапывал, там, где тяпкой, где руками, вот, вот там причина, там корневая шейка, но если уж там вот такое излучение земли, извините, вам ничего не поможет, вот, вам просто дерево не повезло, в одном случае вам не повезло, в другом, вашему ребенку третьим, потому что, как я учил работать биолокационными рамками, фильмы снимал, и никому нахрен, извините, не надо, опять применяю это слово. Продолжим про корневые шейки. Вопрос длинный, но он принципиальный, этот вопрос, он, наверное, один из самых важных, какие только есть, потому что пересадил саженец, ошибся всего лишь, допустим, на сантиметр, если касается абрикоса, и вместо 50 лет он может прожить, допустим, 20, а то, что через 20 лет, то установит причину, а поддержит еще 30 лет, 20 лет, это рекорд для наших краев, вот, он у суперспециалистов, он у, пожалуйста, у Сергеева 30, а кто похвастается, 40, 50, ну, вырасти на месте, не прикапывай косточку, и будет прекрасное дерево, вот, вот это перед вами, например, те же самые фото, тоже жердели, да, видите, посмотрите, какие они, вот просто посмотрите на плоды, и у вас может сразу слюни потечь, уже даже по ним видно, что они съедобные, там километры растут, никто их, за ними не ухаживал, растут себе, растут, казалось бы, раз они, да, где это самое, так, ну, как бы, ну, не назвать их сильно грамотных, украинцев, они же тоже перешли на саженцы из Польши, потому что, вы знаете, как союз рухнул, все разучились работать сразу, и мы, и белорусы, и украинцы, теперь все привозное, а это все еще, представьте себе, старое дерево, старинное дерево, вот, бог знает, когда посажено, и, может быть, и шейка ошиблась, корневой, повисла в воздухе, или была закопана, это же как, а там сырость невероятнейшая, Херсонская область, откуда я привез эти самые, веточки, Херсонская область, сырость невероятнейшая, это просто тихий ужас, вот, а они растут, и вот мне Сергей задал вопрос всем, я им отвечаю, вот, с этого надо начинать, у меня лежит десяток черенков, а их никто не заказывает, я уже намекал сколько раз, а мне стыдно бывает навязывать, вспомните, я сколько раз это уже, я эту фотографию показывал раза три, вот, и саженцы у Сергея, вот, вы видите, это еще годики выбросит, уже, да, да, вот последняя цифра у него 250 рублей, представляете, это чудо, а они пожили эти косточки, взятые с этого, с привитого жерделя, она привита на меня, на это, на мажорце, вы думаете, не сказалось на морозостойкость? Нет, скажут, а полагдеты, не сказалось, как на Украине минус 30, а дальше замерзнет, так и в Сибири, а че ж она в Сибири-то так и не замерзнет, ах, жалко фотографии, помните, там, Сергей на фоне сумасшедшего урожая, ладно, проехали, ну, вот это вот, знаете, редкий случай, с Ажи, с Крыма, не все погибли, два выжило, персики сразу умерли, ну, это понятно, вот, я бы не советовал Сибири-кам выписывать, а нам уже были эти веточки, понимаете, вот, тогда получается как, такая тенденция, ну, во-первых, это и совет, итак, он выписывает черенки, ой, саженцы, саженцы привиты, давайте сразу экспертиза, это учеба, ребята, она касается корневой шейки, у него корневой шейки нет, все, что ниже вот этой вот ранки, это подвой, подвой это тот самый, ну, мы проходили, я просто напомню словами, там, жиденькие несколько корешков, вот, к осени она дала вот такое, прекрасное, для Крыма, да еще в Сибири, вот, впереди еще смерть, но это потом, веточки везет, знаете, как называется сорт, правильно, розмарин, потом идет пересад, потом, уже на сибирский подвой, прекрасное дерево, не оплодоносило, помните, у меня эти, черенки в скобках, не оплодоносило, а хотите берите, хотите нет, мы взяли-ка там мешки, в этом, с Кавказа, с Крыма, мы деньги заплатили, мы, он выбросил там, три или четыре тысячи, да, еще раз говорю, персики сразу все умерли, они даже не пошли, а, это, но розмарин получили, дайте вот, веточка получать, извините, но несколько тысяч стоило, которые мы срезали, ведь все остальное мертво, а теперь еще яблони не плодоносило, хотите рисковать, пожалуйста, я еще срежу, вот, теперь, а, кстати, пополнился, значит, ой-ой, забуду сказать, значит, завтра Сергей заканчивает прививать яблони, он рано начал, из-за этой ранней весны, так, значит, московская грушовка, он, это будет, у меня черенки, мелба будет, жигулевская будет, отдает мне, на продажу, так, мелба, ну, грушовка, мелба, жигулевка, вышел, какой-то очень ценный сорт, а, Аленушка, до сих пор не знаю, правильное название, Аленка или Аленушка, но чудо яблони, вот, четыре, и еще, это на всякий случай, уже можете застолблевать, я извиняюсь перед теми, кто заказывал яблони раньше, говорил, нету, потому что Серега нарезал их там, а сейчас у него получается лишнее, а как иначе, попробуй угадай, итак, смотрим сюда, вот это вот ранка, почему, этот саженец вырос, вот, считайте, не изменился за лето, вот такой же толстенький, такой же, вот, это ранка от того, что здесь была оживлена почка, я ее всегда проклинал, в Крыму, она успела вот так обрасти, и стать, даже маленькой, то есть, не то, что, она все равно дерево погибло, но и должно было погибнуть, без снежья и 40 градусов, что вы хотите, вот, но там она может жить, имеет право там жить, почему, потому что, она, обрастает, то есть, хотя бы становится не смертельной, а у нас привыка почка, и тут страшная рана, и если у нас еще где-то питомники сохранились, они не могут, улучшить с акапулировкой, попадает под нож пару почек, да еще надо на ветке 2-3 почки, 5, а там все подряд идут, даже верхушечные, вот я вам просто, так сказать, знакомлюсь с технологией, вот это вот Крым, вот так она успевает, это самое, заплыть и ранка, ну, Крыму бы она плодоносила, у нас, спасибо, что у меня потомство сохранилось, теперь вы не будете обижаться за 90 рублей, за черенок, когда вот такая веточка перенесена, и это все, что с посылки, с несколько тысячной, вот видите, так что не считайте у нас это, то есть мы фотографии не воровали в этом интернете, вот дальше пойдем, вот это вот, Секатолинский хребет, горы, вот это вот, о, вот беленькая, это абрикосы, ну, согласитесь, что у них кольевая шейка в лучшем состоянии, чем если бы она росла где, ладно, дойдем, дойдем, не сразу, так, здесь, кстати, еще раз, корневой шейки нет, они долго не живут, но ими не надо долго жить, два-три урожая, их все равно пускают под трактор, почему, потому что, это, есть такая луговая система, максимум урожая, а потом они невыгодна, даже когда по-нашему много яблок, по их нему уже нет, вот, а нам надо, чтобы она десятки лет жила, она сгнивает, вот, не успев даже толком, ну, в серных условиях, добавочные факторы, год растет, цветет, плодов нет, попало под замерз, ну, что это будет делать, и так, значит, абрикосы, манджурские, вот они, вот они, белеются на зеленом фоне, вот, вот это черемушки, это я сфотографировал, рядом с, этот самый, я повторяться не хочу, рядом с сад Боднера, вот видите, какие террасы, они вынуждены даже бетонировать, вот, и, я вам говорю, они сами не знали, в чем феномен их, получили участки, давай садить, а они не умирают, и абрикосы не умирают, представляете, не умирают абрикосы, у меня есть фильм, я снимал в Черноморском саду, у своего друга пианиста, ну, он так представился, когда мы знакомились, я пианист, ну, ладно, пианист, пианист, так вот, только мой тезка Валера, тоже, и вот, значит, у многих, они не специалисты, вот, где-то посадили мертвый сад у ученых, я знаю таких, я даже не всех называю, чтобы не трепать там фамилии, но они неудачники, почему, уже начинается с того, что они там садят, а здесь гогоры, казалось бы, жуткие условия, подоносят, вот эта крутизна, главный фактор, откуда появились в майне, в червеншках, эти самые, потом уже выползли сады, помните, я говорил, что адаптация, закалка, вот она отсюда и пошла, а потом уже и все вылезли в наглую, и там подоносят, вот это мой участок, вот это слева я его когда-то купил, в 84 году я приехал в Саиногорск, вот это я прикупил, видите, чем больше склон, солнечный склон должен быть, тем быстрее тает, тем меньше снега, тем, а значит, лучше себя чувствует, это абрикос, кстати, лучше себя чувствуют корневые шейки, вот, а теперь представьте обратную картину, чтобы она вот не так выпуклая, пуклая, дождетесь вы, ага, вот, то есть, я тоже не сильно, я тогда вообще не знал, что я беру со склоном землю, оно мне ровное оказалось, это, это вот так надо стать, чтобы видеть, у меня окажется склон, я хожу, не падаю, вот, а, еще вот что, да, правильно сказали, у вас климат как раз одаре, не у меня, вот на этом участке, я как бы, раз тут получается, раньше весна начинается, позже кончается, естественно, может на неделю, на две, благодаря вот этому склончику, именно у этих абрикосов, не у этих, которые на ровном месте растут, вот те самые, сережкины, жердельонами, так вот, здесь получается, ну, если одна неделя на две раньше, на неделю две позже, для этого длиннее, получается, что он как бы, вот этот кусочек, переехал на 230 км на юг, вот он, да, ближе к Украине, но вот это вот остается длиннючая зима, 40 градусов морозы, но корневой шейки целые, видите, вот, груши, это здесь же, вот, слева вот они, вот, вот я в фотографии, вот тут, вот, вот Сергей фотографирует, это одноветки, нормальные груши, вот, практически приживаемость 100%, у груши самая высокая приживаемость, суриков, как это, я уже рассказывал, неудобно повторяться, два-три поколения, и уже не подвой, где он подвой-то, из Тагиль, допустим, в Сибирке, или из оборудования сада груши, а привой, культурнейший, с лосочайшими плодами, приучил подвой, а вы говорите, что нет, это самая вегетативная гибридизация, а я не вам, вот он склон, видите, здорово, а это абрикосики, за все годы, ни одного случая, они пересажены, обрезаны сильно, пересажены в сентябре, казалось бы, опасное время, корневые шейки, как видите, поневоле, тут там вытоптано, тут нет, получилось гряда, корневые шейки, все в порядке, ни одного случая гибели, я сколько раз крялся, крестился, вспоминайте, ни одного случая, чтобы взял вот этот, вдруг мертвый, ни с того, ни с того, вот мертвый и все, ни единого, представляете, насколько это надежно, как можно после этого, не иметь садов, вот, пришла зима, уже здесь видите, черные точки, вот эти, корневые шейки, с охранности, поняли, а если не все фотографии сделал, вот уже лучше, а помните, ну, не успел я, найти фотографии, там где под бутылками, там вообще сухие, корневые шейки, потому что, под бутылками, черные пятна, там уже плюсовая температура, и нет снега, посмотрите, ну, если с не я, раскапывал их, вот, пожалуйста, а вот это вот, фотография, это, ой, времени-то нету, я еще, как, сказал это, Бродскому говорю, Юрий Васильевич, сможете по скайпу, прямо сейчас, сможете поздороваться, ладно, говорит, ну, вот, пока нету его, но он еле-еле разговаривает, он не каждый день может к компьютеру подойти, так, где-то, из той породы старой гвардии бы, красную книгу бы, для них, не для тигров, миллиарды вот, хлопали на тигров, для таких людей бы, а вот это его фотография, ну, сколько лет этому абрикосу, ну, может, 50, 80, и что вы думаете, он тоже на склоне растет, гигант, он растет на склоне, вот, я, единственное, что хотел, Николай Юрьевич, Клокину, Николай Юрьевич, колитесь, я не помню, случился случай, один из основополагающих, вот, вот, да, вижу, что вы, анастасия, вот, была у нас огромная переписка, памяти не держится ничего, вот, вот, пожалуйста, это, по-моему, вы мне сказали тогда, понимаете, мои наблюдения касались сада, растет дерево, и вылазит из земли, и корневая шейка, у нас же тема корневая шейка, вот, по-моему, вы, если нет, скажите, не я, я буду дальше искать, кто сказал, что в лесу то же самое, я тоже поехал в лес, все взрослые, большие, крупные деревья, все приподнялись над землей, вот, но если это природа придумала, нам саду надо повторять, а мне морды, лес сам по себе, сад сам по себе, это значит, что в лесу делаем холм, так, то есть, природа сделала холм, а в саду мы не обязаны делать холм, ну, если это пока будет дерево 20-30 лет, и оно само себе выроет холм, ну, так образом выроет, то есть, выкопается, приподнимется, там корни укропняются, и поднимают почву, и корневая шейка всегда сухая и целая, вот, всегда она там, где и должно быть, вот, ну, как же дерево-то, вот, через 20-30 лет, я любуюсь на свой, этот, патриарх, вон какой холмище себе вырастил, сам себе, сам выкопал, без лопат, только надо, чтобы он дожил до 30-ти, с лишним лет, а до этого абрикосы у нас в России не доживают, понимаете, вот, вот это вот, ваша работа, Николай Геннадьевич, помните, укорял, не укорял, крутовато, есть у вас отдельные огрехи, не все, удачно получается, крутовато, корни, это другая крайность, корневая шейка в порядке, корни торчат над землей, то есть на высшем уровне земли, так просто, искал нашу переписку, хотел найти, по-моему, вы сказали, что в лесу, я только после этого, сравнил, схватился за голову, вы представляете, у меня не больше трех, три всего, со стороны наблюдения, всего три, я уже рассказывал про это, берите с нижней третьей ветки, черенок, покойный чернышов, про этот случай я рассказывал, про то письмо, где пересаженные саженцы, все выжили, абрикосы, а не пересаженные, погибли, я из этого вывел целую философию, то есть наоборот, пересадила, спасла, не пересадила, корневая шейка были заглублены, и получилось, что мое же учение получилось вывернуто наизнанку, вот всего три, ну может еще где-то какой-то, все со стороны, остальное все сам, но то, что в лесу, кто-то мне сказал, первое подозрение на вас, вот, что в лесу все деревья приподняли, я поехал в лес за голову, хватился точно, не хочу на себя брать лишнее, но я лишний раз убедился, что законы природы везде одинаковы, и что я стал делать, стал следовать законам природы, видели мой холм, для меня этого достаточно, у нас мало снежья, вот так вот, а чайма не расти, сами видите, вот, и это тоже соединение старого снова, я говорю, ребята, если кто на моих глазах вот так отрежет, я руки по этим же секаторам подрезаю руки, вот, видели, какой я был умный, как все, вот, вот это влечащая глупость, вот, только бы виск не поднялся, что железо в это самое, когда он все сказал, да, я сам себя высек, да, я сам себя высек, ну, не секите вы меня, вот, я всегда говорю, только правду, вот это пример опять, Наталья Андреевна, поймите правильно, вот это вот, саженец, я вам раз показывал, простите, кто уже знает, о чем я сейчас скажу, вот, он был подарен мне, крупнейшим, сайногорским садоводом, он стоял на рынке, поздно, июня, вот, никто не покупал, он мне его сунул, говорит, на Константинович, возьми, я вроде все правильно сделал, я отрезал процентов 60-70, как я учу, но промахнулся я, посадил, поливал, видите, земля сарая, вот, вот так он пошел, вот, если, Наталья Андреевна, вот, если бы правильно, надо было бы мне, опять же, я занимаюсь самобичеванием, вот здесь отрезать, как угадать, я думал, что здесь будет пышно, крона пойдет, и тут, и тут, и тут, и тут, корни нормальные, у него были утеплены, не утеплены, они были, он продавал, значит, в полиэтиленовых пакетах, но полностью корни были в земле, то есть они не сохли, вот, это была весна, еще ничего не распустилось, он еще спал, саженец, вот, и время, правда, было позднее, меня это, в общем, ошибся я, учу других, а сам взял, вот тут отрезал, вместо того, чтобы тут, вот, и вот, что получилось, здесь хватило питания, здесь его никак не могло хватить, но это уже факт, это не то, что я предполагаю, говорю, режьте, потому что не обрезанная саженец, чем выше, тем будет хуже идти, вот, вот получилось, а вы как говорите, нет, все-таки, помните, когда к вам от 20 или 30 тысяч, обратился, Сафронов, вот, вредный, и вы сказали, что это, что вы ему ответили, все-таки, уже небольшой, вы уже не сказали большой, вот, как те, феи, тире ведьмы, вот, у них все вот это вот, полностью здесь ничего, а теперь представьте себе, что у феи бы получилось, мертвое дерево, а вы говорите, небольшой оставить, вот бы оставили, вот это бы все, вы бы взяли, и отрезали, поверьте мне, человеку, который, в отличие от многих, кто нас учит, вырастил, десятки, тысяч саженцев за свою жизнь, так вот, вот это все, если вот здесь отрезать, как вы сказали, отнимают силы, туда не пойдет, тем более не пойдет, не просто не пойдет сюда, отрежем, пойдет вверх, соки, вообще еще хуже будет, не пойдет, вы просто умертвите дерево, вот, я упоминаю, я, конечно, она не смотрит, вот я не знаю, Антон Валерьевич, помните, я просил тот, отправить предыдущий фильм, отправили, нет, я вас не спросил, ладно, проехали. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,